В этой новостройке нет воды, газа и электричества. Нет детской площадки, нет асфальта, нет парковки. Нормально жить здесь невозможно, хотя глава администрации принял дом в эксплуатацию 29 декабря прошлого года. Обещание нас кормит уже с 2008 года, когда мы покупали эту квартиру. И дата сдачи в эксплуатацию нашего подъезда была назначена на 3 квартал 2009 года. Потом, значит, в 2011 году мы были вынуждены подать заявление в суд. Суд принудил компанию достроить седьмую секцию дома. Требования были выполнены. С тех пор специалисты Иваново регионстрой здесь бывать не любят. Газовые трубы есть, но они не подключены. Батареи есть, но в них нет воды. И виноватых в этом не найти. Строители говорят, что свою работу сделали. Все вопросы к управляющей компании. Те отвечают, что не могут обслуживать дом. На руках не все документы. Сейчас жильцы 21 квартиры готовы к мгновенному переселению. Ремонты проведены, все ждут, пока вентиль с благами цивилизации откроют. Но тщетно. Нагиля Валиуловна рассчитывала переехать из Якутии в Иваново и жить припеваючи в новострое. А попала в долгострой. Мы с фонариками у нас. У каждого члена семьи есть фонарик, если кто-то задерживается. Или идем встречать с фонариком. А вода у меня носит с колонки эту воду. Вот у нас всякие канистрочки. Он приносит эту воду. В 62 года. Колонка в километре от дома. Свет есть только в подъезде и то благодаря лампочкам-времянкам. Их устанавливать небезопасно, но видеть в темноте жители пока не научились. От Иваново регионстрой проблем много. Несколько квартир в их собственности, двери заколочены. А это значит, что газ не проведут по всему стояку. Техника безопасности не позволит. В администрации города нам ответили, что все вопросы по данному дому должны быть направлены в правительство региона. Там не оговаривают конкретные сроки. Нам пишут о том, что на 27 июня проведена промывка и опрессовка лежаков в систему холодного водоснабжения. Дата пуска холодной воды будет определена после получения анализа воды от АО «Водоканал». Меня интересует вопрос, а почему на 27 июня еще не получен анализ воды, хотя договор у нас с ним заключен с 1 мая. Управляющая компания обслуживать не может, а счета выставляет. В них четко прописаны цены за использование неработающего лифта и уход за территорией, которую так и не облагородили. Компания «Иваново-регионстрой» вся в долгах. 200 тысяч должна только за тепло. В доме оно было только во время отделки. И долг тоже должны выплачивать жильцы. Счета выставили. Мы на крайние меры уже можем пойти. Я вот уже могу пойти даже на голодовку, потому что с 2007 года уже просто нет никаких сил бороться. Не с нашим правительством, к которому мы обращались, с администрацией. На нас всем наплевать. Впереди осень и зима. Если власти не обратят внимания на тяжесть ситуации, многие семьи будут вынуждены замерзать в собственных квартирах. Жильцы дома-инвалиды готовы бить в колокола и привлекать к себе внимание любыми способами. Им бояться больше нечего. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.